Здравствуйте, мои дорогие и любимые зрители, мои друзья! И как вы, наверное, догадались уже по первым кадрам, мы находимся в секции винтажной моды на блошином рынке ретро в гостях у Евгении Высоцкой. И сегодня впереди вас ждёт сюрприз. Вы услышите интервью, которое мне удалось взять у Валерия Архипова, президента Союза коллекционеров России, директора блошиного рынка ретро, замечательного и очень интересного человека. Ну, кстати, вы его должны помнить по прошлому видео, потому что там он исполнял гимн Союза коллекционеров России, слова, музыку которому написал он сам. И так вас ждёт сегодня очень интересный фильм. А мы в секции винтажной моды. Это Чехословакия? Чехословакия, да, 60-е годы. А там типа как кружево даже сделано. Да, металлическое кружево. Совершенно верно. Это даже не жемчуг, а металл, да? Ну, металлическая окантовка. А вот это жемчуг. И вот это жемчуг, да. Может быть, искусственный жемчуг. Ну, сделано потрясающе. Да, вот состояние. Внутри шелковая подкладка. И, слушайте, в хорошем состоянии всё. Да, до своего возраста вполне. Вочень даже, да. Вот такая милая вещь. И сколько такая красота? 4,500. 4,500. 4,500 такая сумочка. Ой, какая прелесть. Есть серебряная у нас сумочка. Ну, это действительно просто. Вот, Европа. Пожалуйста. Времен Гэтбю. Ой, да. Клейма. Монограмма. Серебро 84-й. Это просто необыкновенно. Да, тоже я была где, в доме фотографий. Там все наряды, сумочки, туфельки Гэтсби вот этого времени, да. А вы были на... Когда? Что за выставка была? В прошлом году. А вы знаете, это была выставка, которую проводил Назим Мустафаев. Да. Владелец музея. Оба единственного. Он тоже наш гость, наш посетитель. Он у нас был, у нас тоже вступил в союз коллекционеров. Да вы что? Так что, да, и, кстати, у нас нашел обувь, которой нет даже у него в музее. Да? Да, я вам сейчас покажу эту пару. Ой, надо же. Точно, точно, это он был. Да, да, да. Ну, конечно, фотографии у меня не раз у нас бывали. Слушайте, вообще волшебно. Вот. Это, да, это начало девяностых. Совершенно новый стиль. Спорт шик. Спорт шик, да, да, да. Так называемый спорт шик. Такие туфельки. Ну, у него просто более такие, для танцев скорее. Ну, разные у него, да. А вот такого он не видел, наверное. Вот у нас он их долго крутил в руках, да, цокол и сказал, что да, у меня таких нет. Хотел бы он, хотел бы он тоже. Ну, может быть, мы сделаем вклад в его музей. Да. Слушай, все. Роскошно. Вот такие вещи тоже у нас встречаются. Ну, мы тоже такие вещи мы не продаем. У нас есть и своя коллекция нашего салона. А где ваша коллекция, которая вы не продается? Ну, а то, что мы, допустим, ну, вот такие туфли, например. Нет, ну, вы где-то в определенной комнате это все у вас? Нет, ну, что-то мы откладываем, да, потому что если... Где-то можно прийти и увидеть, да, ваше? Ну, например, вот смотрите, вот здесь у нас выставлено все женское белье. Это коллекция винтажного белья от дореволюционного до... Да, от дореволюционного до 80-х годов. Тут все белье выставлено. Да, я тоже удивилась еще вот эти вот женские пояса. Все это востребовано, это все носится людьми. Да? Да, все покупается, и для кино покупается, и для ношения покупается. Для кино, да, вот что даже люди носят. Вот это здорово, носят. Люди возвращаются... И сколько же вот такой пояс, например, стоит? От тысячи рублей, тысячи рублей, может и две тысячи. Ух ты! Такие цены, например. Это, например, это новый, совершенно новый пояс атласный на хлопчатобумажной подкладке, производство ГДР, 70-е, 80-е годы. 70-е, скорее всего, совершенно новая вещь. Действительно редко скакает. Поэтому... То есть у вас тоже дворянские старые вещи. Вот смотрите, да, это, я думаю, что это начало 20-го века. Ой, какая прелесть. Какие панталончики. Вот какая была, крой какой, спереди две половинки, а сзади для объема вставлялся клинышек такой. Да, я, кстати, видела, даже у них вот не застегивалась была, типа как это, юбка, что-то такое. Да, да, это более ранние. Более ранние периоды. Да, ну это же начало 20-го века. Ой, это такое тонкое батистовое белье, кружевное. Это блузка. Это, скорее всего... Но определённого всё-таки места для этого у вас нету, да? Ну есть у нас закрома, где что-то отложено, какие-то ткани. То есть закрома есть. Коллекция тканей, да, коллекция, украшения какие-то. Вот такое бельё, посмотрите. То есть оно сшито, как комбинетончик. Да, вот-вот-вот-вот. Точно. Комбиндресс как-то его называют. И снизу вот такая застёжечка. Да, 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 точно. Рубашечкой. Точно, точно, точно. Или вот прекрасно. Ну это попроще, это обычное такое бельё. Да, это уже носят, я знаю, что даже сейчас носят. Вполне, да, ситец или водополам. Вот это роскошная вещь. Она, конечно, не будет у нас продана. Она по состоянию музейного уровня. Это правда. Без каких-либо утрат. Вот это Европа. Вероятно, это 19 век, но я утверждать не буду. Я думаю, что это 19 век. Кружево. Всё это ручная работа. Белая гладь и вышивка по сетке. И монограммы. Да, и монограммы. И коклюшечное кружево. И коклюшечное, да. Очень мелкая строчка. Всегда вот по размеру шва можно определить время. Старые вещи все просрочены очень мелким шажком. Это не китайцы. Да. Китайские вещи 70-х годов тоже 50-х были неплохие. Нет, они были замечательные. Я просто говорю, что это не китайские руки. Ну, это у меня бабушка так же всё делала. А я думала, кто вам сдаёт её, они ставят свою цену и уже торговаться нельзя. Это не так. Это не та история. Понятно. Но это здорово. А сколько у вас можно скинуть? Вот этот замечательный кулот стоит 500 рублей. А за 350 можно? Сегодня можно. О, видите, как здорово. Вот научил я. Научил я плохому. Спасибо вам большое. Так что, видите, как интересно. То есть, вот на все вот эти огромный шикарный выбор вещей можно торговаться. То есть, у вас есть какой-то эффект до какого-то места, да, до какой-то скидки. Ну, вообще безумно интересно. Вот это очень интересно людям, кстати. С одной стороны, фиксирована цена. Просто сразу видно, какая стоимость. А с другой стороны, есть любители подорговаться. А вещи-то у вас действительно замечательные. Потрясающе. Сейчас я вам... Ой, сумочка, ой, секретаря. Сейчас я вам прийду несу. Ой, какая прелесть. И шкатулки, боже мой. Сейчас а шкатулка сколько стоит? Полторы. Посмотрите, мечта. Ой, какая прелесть. И даже вот кулоны есть. И не только чашки и кулоны, бижутерия. Все, я бегу за деньгами. Спасибо. Ой, я в восторге. Видите, здесь даже есть и по 100 рублей. А я думала, что все только... Вот в той коробочке шарики по 50. Что меньше 200 нету. А здесь есть все. По 50 в коробочке в какой? Нет, там все в воде есть. Нет, это 600 написано. А вот объясните мне, пожалуйста. Вот здесь сервис. Это каждая чашечка с блюдцем стоит 100 рублей, да? Да, пара чашка и блюдцем. Замечательно. Ну, вообще глаза разбегаются. Конечно, будем делать не один фильм про эту красоту. Я знаю, что это 19-й год. Обязательно сделаем очень много разных других еще. Сюда приезжаем, мужчина, к ЦОН. И буду вам все показывать. А вы, пожалуйста, пишите, что вам интересно. Так что здесь можно все. И фиксированы цены, и такие, и такие. А вещей огромное количество. Спасибо большое. А сколько стоят эти чудесные шкатулочки? Там цены разные. Вот это вот, например. Три с половиной. Ага. А вот это вот с цветами. Что это? Да. Три с половиной. Три с половиной. Триста. Какая прельс. Вот люблю еще вот эти миниатюрные всякие чашечки. Сколько здесь у вас. Кофейные. Хорошо. А вот есть ли у вас для подставки под яйца? Есть гжель и есть недорогие там по 100 рублей. Есть мальта. Вот недавно я тут встречала где-то. Вот прям сейчас. Вот она. 200 рублей мальта. Куплю я. А сейчас вы услышите обещанное интервью с Валерием Архиповым. Фамилия моя Архипов. Я являюсь инициатором и владельцем вот этого мероприятия под названием «Блошиный рынок ретро». Ну и по совместительству президент Союза коллекционеров нашей страны. Такая прям честь. Спасибо вам огромное. И еще хочу сказать. Нам скажут, что вы коллекционер такой. А что вы любите? Вот какой ваш приоритет все-таки? Вы знаете, на самом деле коллекции было много. Я не сторонник того, что зациклиться на чем-нибудь одном. И просто, как правило, всегда приходит время их, когда приходится расставаться с какой-то... Ну, либо частью, либо полностью коллекцией. Вот в данный момент я аккумулирую у себя предметы, посвященные Олимпиаде 80. Или связанные с Олимпиадой 80. Потому что на самом деле, как вы правильно изволили заметить, что сейчас в тренде все советское. Все-таки 80-й год это было такое знаковое мероприятие, эти летние Олимпийские игры в Советском Союзе. И практически любая область промышленности, она выпускала что-то с олимпийской символикой. Будь то Мишка, будь то Москва. Ну, потом самое счастливое время, считай, все-таки для нас было. Не то слово. К сожалению, я в это время... Мы вспоминаем это просто как... К сожалению, я в это время служил в армии и не застал. Но все равно было очень приятно смотреть все это телевидение. Нет, ну, то время все равно же было... Да, да, конечно. Ну, армия, конечно, не знаю, как у вас... Нормально совершенно. Камчатка это супер. Ну, потому что в страну в то время, в советский период, я считаю, такой был счастливый. А я была, я работала в Лужниках на стадионе. И я была там, и свою маму привела, и мужа. В общем, мы наслаждаюсь. Красота была. Вот открыть рот и не закрыть. А вы видели там экспонаты? Нет, еще нет. Мы с вами споем посмотрим. Да, обязательно. Вот. То есть, вот это ваше любимое, это дома, вот для себя. Это не дома, это здесь. А для себя, для любимого дома. Вот такой... Ну, здесь это мой дом. Да? Дом, я стараюсь не, скажем, дом не загромождать. Ну, хорошо, все-таки, что у вас больше дома? Дома ничего. Да вы что? Да, у меня вот... Хай-тек, что ли? Да не хай-тек, обыкновенная, спокойная, в меру обстановка. Ну, пока что я всю свою, так сказать, активную жизнь провожу здесь. Нет, ну, как... Ну, да, если вы целыми днями здесь, да, 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 тогда, да, то хочется... Вот я встаю, у меня окружают такие красивые вещи. Совершенно. Настроение плохое, мантилью одену. Да, правильно, потому что вас окружает, это хорошо. А я прихожу на работу. Ну, да. Должна работать система контрастов. Хорошо отдыхаешь, ничего не видишь, сюда приходишь, окунаешься в эту атмосферу. Я согласна, я согласна. Да, и у тебя все, так сказать, все меняется. Ну, спасибо вам огромное за то, что вы нам выделили время, спасибо вам успехов, спасибо, огромная благодарность, потому что я сняла тот фильм. Люди так это любят, даже вот одни воспоминания. Да, да, согласен. Это уже что-то. Ну, и приехали многие, да. А я хочу вам отметить еще напоследок то, что на самом деле мы торгуем не предметами, мы торгуем именно эмоциями, воспоминаниями. Потому что, памятью, да. Потому что люди ностальгируют по тем временам, но нашего возраста, я вижу даже и молодежь, все равно они что-то пытаются, какие-то фотоаппараты берут, там пленки. Ну, посмотришь, девчонка там 18 лет, а они покупают такие вещи, которые для нас были дороги. Поэтому я считаю, что вот такое мероприятие, оно благотворно сказывается на общей... Да, но я хочу сказать, что даже вот я к ЖЭЛе хочу сказать, что... Да, сейчас она не очень модна, не очень пользуется большим спросом. Но ведь это наша гордость, понимаете? Я считаю, что мы незаслуженно забыли такие вещи, которыми надо гордиться, правда же? Ну, не только, я хочу сказать, ЖЭЛе, так же и ПАЛИХ, так же и МСЕР, так же и все вот эти вот халуй, все эти шкатулки. Да, поэтому полностью с вами согласен хохлома. Да, и я хочу сказать, если снимаешь там за границей-то какие-то вещи, у них тоже посуда с синим рисунком есть, но они боготворят ее. Почему мы так стали относиться, да? В Голландии у них очень много вот такой посуды. Ну, это везде, и во Франции, и в Голландии есть направление... Ну, у них знаково, и белосинее. Да, и я хочу сказать, почему мы так? Вот просто обидно, конечно. Ну, потому что, потому что ее очень много. Ее очень много. Ну, там же тоже в Голландии, наверное, много. Ну, не факт, не факт, что ее много. Она вся и утилитарно используется, они делают посуду, они делают фигурки, статуэтки. Но дело не в этом, просто на самом деле я считаю, что очень плодовитая фабрика была. ЖЭЛе, да. Да, ЖЭЛе, и сделали столько и до сих пор делают. Мы еще долго говорили, сколько же интересного мы узнали от Валерии. И сразу обе попали под его обаяние. Кстати, для коллекционеров 19 дворя здесь состоится аукцион. Я обязательно сниму видео о нем. Но вот и пришло время расставаться. До новой встречи, дорогие друзья! Можно ли продать свой хлам? Если он старше 25 лет, и это не банальное бабушкино пальто с якобы меховым воротником. Вот это замечательные брюки, очень выразительные. Это джинсы середины 70-х годов, английский, клеш. К этим джинсам мы могли бы предложить вот такую рубашку. Это рубашка мужская. Джинсы 7 тысяч, рубашка 5 тысяч. Это цена магазина. Владелец получит от нее около трети. Тоже неплохо. Но куда чаще, говорят коллекционеры, люди просто выкидывают то, что действительно ценно. Живой пример. Приезжаем в квартиру. Вот у меня тут блестящее, шикарное вот это, вот это стекло, вот это большое, вот это вот огромное. А что это у вас здесь в центре? А это и мусор, который я собралась выкидывать. Вот в этом мусоре наш сотрудник нашел еще на 10 тысяч рублей предметов. Как реквизит или музейный экспонат ценятся даже просроченные продукты. И вина, который... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok